Друзья, нам вот наш прораб рассказывает, что тут прочно все, и ребята некоторые говорят в комментариях, что такое хрипкое, деревянное, нагрузку не выдержит, там вообще, что это такое, и вот был разговор о том, что вот там стоят металлические такие коннекторы, вот здесь, вы видите, какой мощный, сколько большое, да, и что это такое, но оно не держится на нем, оно на нем и держится, это вот эти вот, вот эта, так называемая, балка, она называется PSL, инженерный, это инженерно сконструированный материал, который по несущим своим способностям гораздо превышает обычное дерево, так, и оно ставится там, где оно требуется по расчету и так дальше, мы имеем довольно много вот таких PSL, BIMS, так называемые, и вот здесь они на ХИПС, вот у нас PSL, вот она, вот это вот PSL, вот эта длинная, нет, это не металлическая часть, а ее деревянная, которая выглядит, а, я понял, понял, вот это, как бы, композитная такая, это композитная, оно сделано на предприятиях, да, при этом оно, то есть, когда в изготовленном виде, оно подлежит расчетам, так оно склеено, как бы там, оно склеено из, оно склеено из элементов идет layer by layer, да, слой-злой, да, слой-злой, и на layer, который формирует вот эту балку, и ее несущие способности, они просчитываются. А мы знаем, например, вот какого, какого уровня землетрясения это должно выдержать? Значит, по калифорнийским кодам, 7 баллов по шкале Рихтера, это расчетное, расчетное, то, что принимается во внимание. Так. Теперь, из того, что я знаю, мы, я на протяжении 5 лет занимался реконструкцией, реновацией школ, где проектирование идет по самым высоким требованиям, и оно контролируется, и оно контролируется, естественно, группой высоких этих инспекторов специальных, потому что это дети и так дальше. И в разговоре с одним из этих высоких товарищей было сформулировано следующее. Да, чем мы занимались? Мы занимались сейсмическим улучшением существующих зданий. Укреплением. Укреплением. Потрачено миллиарды долларов на это дело. Каждый проект школы это где-то 4, 5, 8 миллионов долларов и так дальше. И мы по расчету инженеров, мы, значит, устанавливаем те или иные связи. Но вот что, ни одно из этих уже укрепленных зданий школ на случай землетрясения от 7 баллов и выше, оно не гарантирует целостность здания. Оно лишь только by the time, то есть выиграть время, чтобы здание не разрушилось, то есть дать больше на эвакуацию людей. Эвакуировать. Ну вот, да. Вот, собственно, и все. То есть это не гарантирует, что здание останется целостным или так дальше. То есть считается, что 7 баллов это что-то достаточно редкое. Это серьезное землетрясение. Вот на каких основах это будет. И я думаю, что вот это решение о том, что тот или иной уровень землетрясения становится нормой для проектирования, он присутствует и практически во всем мире. А вот говорят ребята, что у нас тут на нашей стройке материалы какие-то химически обработанные. И что это все не безвредно, что вот они как-то испаряются там. Другие говорят, ну это же все по стандартам. Да. Естественно, эта тема, она не только обсуждается, она конкретно переходит в материал. Вот то, что здесь установлено, соответствует очень высоким перебываниям, связанным со здоровьем. То есть в частности с испарением химикатов. Да. Ну, россияне тоже знают, фенолформальдегидная смола была в основе ДСП российского и так дальше. Это эпоктипка, что ли? Нет. Фенолформальдегидная смола, да. Так она формулировалась. И она оказалась вредной, это доказали и так дальше. Здесь от нее ушли давно. Она не присутствует, нашли приемлемые связующие. Потому что вот это называется Ориентед Бейс, Ориентед Струкчуал Борт. То есть вот это сделано практически из стружки. Ну, как бы не стружка, но вот такое нафаршированное, как это вот. Дранка. Дранка такая, да. То есть она делается, и она склеена таким образом. Вот она же такое. Ориентед. В общем, короче, она направлена таким образом, что, и пропитан таким образом, что она становится расчетным. То есть она имеет... Структурные элементы. Она имеет параметры, которые лежат в основе тех или иных проектов. Проективнее. Это не просто... То есть она нагрузку унесет по себе, да? При этом она сделана так, что она, даже если она exposed, если она напрямую присутствует в жилье, мы ее закроем. Она не будет видна и так дальше. То есть, но даже в этом состоянии она не вредна при... То есть, например, можно бейсмент, подвал отделать, вот видите, она симпатичная. И это безвредно. Вот здесь я хочу какой-то момент сказать. Допустим, вот это у нас незавершенное. Это не финиш. Что произойдет, идет следующее. Следующее мы, когда сделаем здесь электрику и сантехнику, и вентиляцию, и все прочее. Так? После этого мы сюда положим теплоизоляцию. Которая тоже, как элемент, не вредна. Так. Потому что с чем и идут большие как бы изменения с тем, чтобы они все меньше и меньше. А советская стекловатость же не была бредная? Если руками не трогать, так она же не была бредная? Химикатов не испаряла? Здесь она тоже имеет, некоторые из них имеют основание стекловолокно. Ага. Да. Но оно просто, она такая, она меньше иритает. Черно предусмотрено, чтобы мы в перчатках, чтобы мы респираторами ходили. Ну просто для жизни в доме оно не... Так я вот хочу. И так у нас следующий, вот это, вот три с половиной нчата, где-то 10 сантиметров, будет заполнено стекловатой. Балочкой, да. Да, в данном случае, или называется шерстяное волокно, которое тоже сейчас за дизайн уже относится. После этого мы, когда все будет инспектировано, мы закроем это сухой штукатуркой. Да, шитрак. Шитрак. Да. С сухой штукатуркой, которая сделана на основе извести со всеми там разными вариациями, которая и покрыта бумажным специальным слоем, который практически испытано и имеет широкое... Который не... То есть считается абсолютно безвредным. Да, абсолютно безвредным. Таким образом, то, что мы имеем здесь в новинке, это оно изолирует нас от предыдущего. А сухая штукатурка, она имеет какие-то огнезащитные качества? Да. Вот интересное дело, что касается огнезащитности сухой штукатурки. Оказывается, что гипс имеет определенный минимум воды. То есть даже в сухом состоянии у нее есть содержание воды в этой структуре. Хорошо. Допустим, мы имеем half-age, ну, допустим, распространенный. То есть у нее есть определенное содержание воды. И количество этой воды определяет ее огнезащитность. Не материал, а именно вода. Содержание воды в этом материале, который на засухающей штукатурке, определяет ее огнезащитные свойства. Отсюда, если мы хотим увеличить огнезащитность воды в этой стены, то мы или увеличиваем толщину этой плиты и так дальше. То есть что происходит, когда идет нагревание, что любой пожар приходит к нагреванию, и начинает вода испаряться, то продолжительность, сколько вот этот материал держит по времени, зависит от того, как постоянно испарится эта вода из гипса. После того, как оно испаряется, тогда оно начинает, с самого этого гипса начинает трескаться. Обсыпаться просто. Трескаться и огонь проходит дальше. Да. Вот, собственно, созданные материалы, которые каким-то образом увеличивают огнезащитные свойства, они добавляют в этот материал гипс, они добавляют стекловолокно, которое препятствует тресканию. Вообще, надо сказать, что здесь все построено из дерева, но пожар настолько редкое явление, что даже представить себе трудно, что должно случиться, если только специально не поджечь, то чего он вдруг загорится. Вот эти огнезащитные материалы, которые используются, они регламентированы, и сухая штукатурка – это узловой практически материал, который решает эти вопросы. Хорошо, приятно слышать. Ладно, спасибо.